Вся дорожная ситуация в городе в режиме реального времени выводится на мониторы диспетчерского зала логистического транспортного центра. Здесь специалисты контролируют интенсивность движения на дорогах курорта, а также управляют созданным в рамках подготовки к играм периферическим оборудованием. Это камеры, датчики, метеостанции, светофоры, знаки и табло переменной информации. Всего их около 400. Благодаря специальному программному обеспечению удалось избавить курорт от пробок. Так, например, с помощью компьютера оператор может управлять светофорными контроллерами. Для того, чтобы обеспечить сетевое координированное управление светофорами, для того, чтобы организовывать зелёную волну и, так сказать, водителям, которые не нарушают правила дорожного движения, создавать наиболее благоприятный режим проезда по светофорным объектам. Другое программное обеспечение – это автоматизированная система управления дорожного движения на магистрали. Так называемый интеллект-трафик установлен на дублёре курортного проспекта. Через информационное табло выводится информация об организации движения на определённом участке дороги и сведения о разрешённой скорости. Что касается тоннелей, которых только на дублёре 17, то контроль за установленным в них оборудованием уже ведётся из инженерного комплекса. Здесь другое системное программное обеспечение, которое позволяет управлять пожарной и технической частью, а также дорожным движением в самом портале. Во время Олимпийских игр, во время открытия вкладного из тоннелей установился, сломался, не помню, КАМАЗ, если я не ошибаюсь, и его буквально через пять минут уже эвакуировали из этого тоннеля. То есть это очень круто. Если бы не было такой бригады, которая сейчас располагается в этом центре, то, я думаю, мы просто получили бы огромную пробку, выходящую за пределы дублёров курортного проспекта на сам курортный проспект. И такие результаты удалось показать, несмотря на то, что в эксплуатацию инженерный комплекс ещё не введён, пока продолжаются пусконаладочные работы. Всё оборудование останется на курорте в качестве поста олимпийского наследия и будет передано на баланс муниципалитета.